Друзья, друзья, нахожусь на улице с Вислочкой, автосалон Lada. Сегодня посмотрим БО автомобилей от Lada в городе Минске. Кстати, что могу отметить, что большое количество у них за последнее время было куплено автомобилей. Вроде у нас в стране кризис начинается, в общем, ничего не понятно. В общем, автосалон Lada, он же Renault. Погнали смотреть видео. Друзья, первый это Ford Mondeo Universal 2001 года, 270 тысяч указан пробег, 7800 белорусских рублей. Кстати, можно также приобрести в кредит, вот здесь написано, что в кредит по специальной какой-то программе 85 рублей в месяц. Если на 84 месяца. Ух, 84 месяца, ребят, больше 5 лет. Ну, на оригинальных литых дисках то, что бросается в глаза, это на капоте можно видеть, облазит лакокрасочное покрытие. Ну, то, что видно вот сразу при первом осмотре. Механическая коробка передач, салон ткань. Фаркоп имеется. Ну, понятное дело, ребят, задний бампер, также можно видеть, немножко подшарпан. Все-таки автомобилю порядка 19 лет. Здесь Deo Nexia с фаркопом на механике, салон ткань. Ну, благо сегодня, ребят, ветра нету, солнечная погода. Это, конечно, радует. Сегодня у нас до 10 тепла. 2012 года 160 тысяч, указан пробег 4400 белорусских рублей, ребят. Ну, по крайней мере, указано, что цены в белорусских рублях. Также можно в кредит, если на 84 месяца, то всего лишь платеж в месяц 41 рубль. Ну, опять же, на 80 месяцев, конечно, такие, на большой срок, так скажем, кредиты. Здесь Kia Sportage, 96 года, 250 тысяч, указан пробег, 4900 белорусских рублей. Салон ткань, механическая коробка передач. С фаркопом, запаска. Здесь Nissan Almera. Кстати, ребят, нормальная машина по ходовым качествам своим, насколько я знаю. Almera 2006 года, 205 тысяч, указан пробег. 7000 белорусских рублей за нее просят. То есть, если в доллары, ребят, переводить, я даже не знаю, сейчас курс, наверное, 2,6-2,7 белорусских рубля. Вот, сами можете посчитать. 2, получается, наверное, 2,600-2,700, может, я немножко ошибаюсь. Так что, инкулятор вам в руки. Ну, и, понятное дело, в какое время вы будете смотреть, смотрите. Хотя, я думаю, если курс доллара пойдет вверх, то цена будет другая. Из нюансов, которые бросаются сразу в глаза, это коррозия. Особенно по капоту можно видеть уже, вот эти вот сколы, они уже перерастают в жуки, в гниль. Также облазит краска на бампере. Друзья, 2006 год, Альмера, здесь Audi A4, A4 95-го года, из первых, еще в 94-м, даже, ребят, еще в 95-м, 80-ка бы, 4-я, вроде как было. 360 тысяч указан пробег, 6800 белорусских рублей за нее просят. На литых дисках, но не оригинальных. Салон-ткань, 5-ступенчатая механика. Ну и вот, сразу, такие вот следы небольшого ДТП, притерт задний бампер, ничего особенного, конечно, но, тем не менее. Опель Марио, такой вот маленький минивэнчик, ну, сразу, что бросается в глаза, небольшая коррозия по задним аркам. Здесь можно видеть, ржавый лазит. Здесь вот облазит краска на двери, но уже немножко даже поржавела. Ну, ребят, она без цены, поэтому проходим дальше. Здесь Вольфваген тоже без цены. И вот такой вот желток, это Рено Кунга. 2001 года, 350 тысяч указан пробег, 4800 белорусских рублей. То есть, получается меньше 2000 долларов на данный момент. Ну, коррозия, конечно, присутствует, ребят, давайте немножко вам покажу. Ну, то есть, это низы дверей пошли, также пороги, надо разбираться. Салон ткань, механическая коробка передач. Друзья, что хочется отметить, был я здесь приблизительно месяц назад, может быть, чуть больше, я уже не помню. Вот эти вот все места, они были заполнены. То есть, видите, у нас вроде как, ну, я не знаю, кризис не кризис, но доллар растет вверх, как бы. И, судя по всему, люди расхватывают, покупают здесь машины, как горячие пирожки. Но это не только здесь, ребят, я заметил. На многих автосалонах, комиссионках по продаже БУ автомобилей, мне, как бы, есть такая информация, что сейчас оживление на рынке, то есть, люди начинают скупать. Видно, боятся, что кризис, в общем, куда-то хотят деньги потратить и покупают машины, судя по всему. Здесь тоже не исключение, машин стало значительно меньше, чем было. Вот, буквально мой прошлый поход, здесь, конечно, было машин побольше. Сейчас их стало поменьше, ну, как-то раскупают. В первой половине, ребят, видеоавтомобили будут более старые, попроще, а во второй половине видеоавтомобили будут более новые. Будем смотреть. Здесь Lada Granta, 2019 год, 1680 пробег, 19100 белорусских рублей. Ну, кстати, в кредит ее можно взять, вот тоже, наверное, на более новых машинах кредит актуален. На 84 месяца указана сумма кредита, 177 рублей. Опять же, я не сторонник кредитов, но, тем не менее. Пятиступенчатая механика, салон, ткань. Опять же, у нас люди, как правило, свежие машины берут в кредит. Ну, из-за того, чтобы просто-напросто не по карману взять за наличку. Еще одна Lada Granta. Тоже 2019 года, такой же пробег, как и у предыдущей. 19100 белорусских рублей. Здесь вот это вот хэтчбэк, как я понимаю. Вот это вот Lada Granta седан. Lada Granta 19100, тоже 2019 год. 1,6 бензин, 106 лошадиных сил. Механическая коробка передач. А нет, ребят, они все здесь, 3 штуки в кузове хэтчбэк. Здесь Fiat Panda. Такая вот небольшая машинка. Еще, кстати, идет комплект резины в придачу. 2010 год, 126 тысяч пробега, 9 тысяч. Здесь сценник бесценника. Еще один Opel Mariva. 2005 года. 124 тысячи указан пробег. 1,4 механика. Ну, я думаю, бензин. 9 тысяч 300. Ребят, я уже отмечал это, говорил неоднократно, что в них они не пишут почему-то на многие автомобили бензин это или дизель. Ну, вот по этой машине сразу что бросается в глаза. Это обломаны, судя по всему, вот эти вот крепления бампера. Ну, здесь было ДТП. Можно видеть, споклевка лопнула. В этом месте паялся бампер. То есть, это сразу так видно. Большое количество сколов на переднем бампере, на капоте. В общем, бампер надо красить, делать. Механическая 5-ступенчатая коробка. Салон-ткань. Задние стекла притонированы. И тоже вот можно видеть, она вся такая немножко по бамперам. Здесь царапины по бамперу заднему. Здесь вот потертости. Лада Веста. Веста 2016 года. 40 тысяч всего указан пробег. 18 900 белорусских рублей. 1,6 бензин. По салону, ребят. Механическая коробка передач. Салон-ткань. Как вы уже поняли, видео будет достаточно продолжительным. Поэтому самое время, ребят, заварить чай, кофе, сделать бутиков. Ну и продолжить просмотр данного видео. Здесь Лада Ларгус. Ларгус достаточно популярный, ребят, у них. Данная модель 3 ряда сидений. То есть полноценный 7-местный автомобиль. Салон-ткань. Механическая коробка передач. 2019 год. Пробег всего лишь 1000 километров. Просят за нее 26 800 белорусских рублей. Здесь Рено Меган. Рестайлинговый, можно так сказать. 2001 года. Пробег. Вот здесь, ребят, опечатка с пробегом. Так и не убрали. Я вот в прошлый раз, помню, эта машина тоже здесь была. Она не продана. Приглядитесь. 3 миллиона 108 тысяч пробег указан. 5 400. Но я думаю, что это опечатка. Такого быть, я думаю, не может. Понятное дело, что есть какие-то коцки. Следы эксплуатации автомобиля. Все-таки автомобиль далеко не новый. Здесь Ford Focus. Фокус, ребят, 2011 года. 160 тысяч пробег указан. 1,6. Судя по всему, бензин. 13 200 белорусских рублей. Из моментов, что бросается сразу в глаза, давайте вам покажу. Здесь можно видеть вот такая вот потертость. Здесь, здесь, в общем, всевозможные потертости. Ну, можно видеть. Я даже не знаю, от чего это. Такое ощущение, что кто-то наждачкой тер. Присутствуют сколы на переднем бампере. Ну, давайте его пройдем втруг. Лобовое стекло целое, без трещин. Так, ребят, здесь механическая коробка передач 5-ступенчатая. Салон-ткань. В комплекте идет еще комплект. А может быть и не комплект вроде. Хотя нет, вон, пару штук я вижу. Наверное, идет, судя по всему, комплект дополнительной резины. Еще он и на литых дисках. Ну, это, конечно же, плюс, я считаю. Еще один Largus. Тоже три ряда сидений. Механическая коробка. Салон-ткань. И получается 26800 за нее просят. 19-й год, 1200 пробег, 1.6, 106 лошадиных сил. Ну, двигатель, я думаю, бензиновый. Ну, конечно же, бензиновый. Вообще не слышал, чтобы была лада на дизеле. И еще один, ребят, Largus. Курс, второй подряд. Тоже 19-го года, 1200 пробега, 1.6 бензин. 7-местный, 26800 белорусских рублей. Ну, в принципе, грубо говоря, 10 тысяч долларов получается. Если в доллары переводить по теперешнему курсу. Здесь Kia Ceed. Ceed 2008 года, 160 тысяч указан пробег. 1.4, я понимаю, бензин 11600. Потертости на переднем бампере. Вот они такие вот царапины всевозможные. Не только на бампере, коцки на крыле. Сколы на капоте. Здесь можно видеть царапины. Ну, хотя вот эти царапины, наверное, заполируются, я думаю. Механическая коробка передач. Салон, ткань. Здесь царапины. Ну, в общем, он весь по кругу царапинный. Но здесь даже такие вот притертости, ребят. Вот здесь, конечно, окрас, я думаю, не заполируется. Но, в целом, получается, если эта цена 11600, то получается меньше 5000 долларов. Ну, как бы и норм, наверное, меньше 5000 долларов. 4900, 4800, наверное. Мазда без ценника. Здесь Citroen C5 в универсале. 2006 года, 339 тысяч. Пробег указан 12900. Велюровый салон. Механическая коробка передач. Фарклоп имеется. Но, опять же, ребят, давайте посмотрим. Здесь вот что-то непонятно. С кучем каким-то залеплено. Здесь можно видеть, здесь вмятины, здесь скулы. В общем, задняя дверь под окрас 100%. Ну, хотя, смотрите, и с этой стороны бампер, крыло. Дверь поцарапана. Крыло. Вольцваген без цены. Гольф тоже без ценника. Как-то без цены машины пошли. Наверное, переписывают цены в связи с ростом курса доллара. Так, здесь Skoda Fabia 1.4, бензин, механика. Ну, я думаю, бензин, скорее всего. И не думаю, что дизель. 230 тысяч пробег, 2002 год, 6600 белорусских рублей. Механическая коробка передач, салон ткани. Passat B6 в универсале. С дополнительным комплектом летней резины. Салон велюровый. Автоматическая коробка передач. И просят за него. Он 2010 года. 184 тысячи пробег. 15600. 15600 белорусских рублей. Ну, кстати, Passat. Понятное дело, что какие-то моменты коцки будут присутствовать. Ну, следы эксплуатации. Но, тем не менее, визуально он выглядит, я бы сказал, неплохо. Для 2010 года. Hyundai. Hyundai i30. 2009 год. 230 тысяч пробег, 1,4. Скорее всего, бензин, могу предположить. 11600. Не знаю, почему они почти на все машины не пишут, дизель или бензин. Хрен его знает, ребят. Механическая коробка передач. Салон ткань. Еще одна Lada Granta. На оригинальных литых дисках. Салон ткань. Механическая коробка передач. И, ребята, он также без цены. Ну, понятное дело, они все продаются, я думаю. Если пойти уточнить, то она цену скажет. Но этого я делать, ребят, не буду. Здесь Mitsubishi Outlander. 2005 год. 147 тысяч указан пробег. 2,4 бензин на механике. 10800. 10800. Пятиступенчатая механика. Салон ткани. 10800 получается, ребят. Прямо тысячи четыре, что ли. Но я не знаю, актуальна эта цена или нет. Но получается, что он по деньгам порядка, ну да, порядка четырех тысяч долларов. Если в доллары это дело переводить по теперешнему курсу. Ну вот из нюансов можно видеть. Арка пошла. Коррозия. Чувствительно сигнализация настроена. Просто рядом прошелся и срабатывает. Здесь Nissan. Так, 2,5 бензин на автомате. 2009 год. 150 тысяч пробега. 15900. Салон ткани. Автоматическая коробка передач. Здесь. Логан. Второй Логан, ребят. На механической коробке передач. Салон ткань. 2018 года. 23 тысячи. Просят за него 23 300. Если быть точнее. С пробегом в 9500 километров. Ну и кому тоже интересно, ребят. С кредитом на 84 месяца. 218 рублей в месяц выплаты составят. Хотя не знаю, ребят. На данный момент кредиты вообще дают у нас в Республике Беларусь. Напишите в комментариях, кто в курсе. Потому что не знаю. Доллар начал расти. Думаю, что сейчас не особо кредиты будут давать. Здесь еще один Логан. 2018 года. 8 тысяч пробег. 23 400. На механике. Салон ткань. На оригинальных литых дисках. Здесь Вольфваген Поло. Поло-седан. Ребята, кто-то мне написал, что Поло не бывает не седанов. Так вот, вам скажу, что в Германии выпускается Поло. Но оно там хэтчбэк. Поэтому все-таки есть немецкая сборка. Такая же морда. Ну, с виду он спереди такой же. Но это российская сборка. 1,6 бензин. 2014 год. 116 тысяч указан пробег. 16 100 белорусских рублей. Ну и тоже, если в кредит. Информация, которая здесь есть. На 84 месяца. 148 рублей в месяц. Здесь БМВ пятерка. 21 500 белорусских рублей. 2008 года. 192 тысячи пробега. 2,5. Не могу сказать вам, бензин это или дизель. Тут просто-напросто не указано. 2,5 объем. Кожаный салон. Кстати, еще кожа в хорошем состоянии. Даже водительское сидение в очень-очень достойном состоянии. Автоматическая коробка передач. Здесь Citroёn Picasso. Ну, понятное дело, автомобиль. Вот такие вот моменты присутствуют. Трещина на заднем фонаре. Потертости на заднем бампере. Сколы всевозможные. Здесь уже даже вот, не знаю, видно или не видно, пошли жучки. Еще не сильно, но тем не менее. Велюровый салон. Механическая коробка передач. 11 200 за нее просят. 2004 год. 260 тысяч пробега. 1,8. Ребята, 1,8, наверное, это бензин. Скорее всего. Здесь Qashqai без цены. Kia Sportage. 2017 года. 38 тысяч пробега. 1,6. Скорее всего, бензин. 40 900 белорусских рублей. Салон, ткань. Шестиступка. Механика. Здесь. Opel. Mokka. 2013 года. 116 тысяч. Указан пробег. 1,4. Бензин. 22 900 белорусских рублей. Салон комбинированной ткань кожи. Шестиступенчатая механика. Кстати, неплохо выглядит визуально. И. Антара. Opel Antara. Антара, ребят. На кожаном салоне. Автоматическая коробка передач. И просят за нее 24 500 белорусских рублей за 2012 год. 3 литра бензин на автомате. 40 000 указан пробег. Но насколько он реальный, это уже, ребят, судите сами. Ну, и здесь последний ряд у нас остался. Это уже самые-самые новые машины, которые здесь есть. Ряд. Вот, смотрите. Флагман от Renault, ребят. Это Kaleos 2.5. Ну, вроде как бензин на 171 лошадиную силу. Полный привод 4 на 4. 69 700. 69 700 белорусских рублей. Кожаный салон. Автоматическая коробка передач. Ну, ребят, насколько я знаю, что на бюджетных и средне-бюджетных автомобилях не оригинальная кожа. Могу предположить, что здесь, скорее всего, тоже она не оригинальная. Хотя автомобиль не дешевый. Ну, относительно не дешевый. Здесь Аркана 2013 года. 7,5 всего пробег. 45 100 белорусских рублей. Салон кожаный на автоматической коробке передач. Ребят, все машины здесь показывать не буду в этом ряду, так как много здесь машин повторяется. Ну, практически одно и то же. Вот, еще одна Аркана. В общем, многие без цены. Судя по всему, они тут на некоторые машины. Ну, не на некоторые, а на все, наверное, меняют ценник. У них ценник в белорусских рублях. А курс у нас растет. Курс доллара. Дастер 2018 года. 63 тысячи пробег. 2 литра бензин. 143 лошадиные силы. 4 на 4, то есть полноприводные. 29 тысяч ровно. Кожаный салон. Шестиступенчатая механика. Задние стекла притонированы. Ну, вот из моментов вот этой вот накладки можно увидеть с этой стороны как-то вот так. Ну, где-то немножко ее оторвали, судя по всему. Здесь Лада Веста. Ну, давайте Весту вам покажу. Салон ткань. А нет, ребята, ничего себе. Смотрите. Кожаный салон. Пятиступенчатая механика. То есть, это интересно. Это типа Весты спорт, наверное. Что-то в этом роде, ребят. Здесь еще один Каптюр. 3900 за него просят. 2018 год. 73 тысячи пробега. Два литра бензин. Полный привод. Еще один Каптюр 34100. 2018 год. 15 тысяч пробега. 1.6. Бензин на 114 лошадиных сил. Здесь Лады идут. Давайте вот этот Степвей старый посмотрим. 2013 года. 100 тысяч пробега. 15700. 1.6 бензин. Здесь Дастер. 2014 года. 161000 указано. Пробега 17800. Двухлитровый полноприводный. Ну, смотрите, ребят. Дастер 2014 года. Вот она, пожалуйста, коррозия уже пошла. Салон ткань. Механическая коробка передач. Лада Веста Кросс. 2018 год. 20 тысяч пробега. 25500. 1.8. Бензин. Ну, ребят. Дальше я уже не пойду. На этом, пожалуй, и все. Не забываем. Ставить под этим видео лайки. Писать свои комментарии. Задавайте свои вопросы. Всем удачи на дорогах. Всем пока.